В хоккей играют настоящие мужчины. Это про команду врачей, которые уже несколько лет подряд проводят часть свободного времени на льду. Научиться играть в хоккей на любительском уровне, об этом мечтают профессионалы от медицины. Травматологи, онкологи, химиотерапевты, хирурги, фельдшеры и водители скорой помощи. Нынешней сборной докторов уже три года. Изначально на льду тренировалась команда республиканского клинического онкологического диспансера, но позже потянулись врачи и из других больниц. В начале сезона в ней было 11 игроков, сейчас их больше 20, в возрасте от 30 до 60 лет. И вакансии пока открыты, шутят мужчины. Павел Борисович Каверин тренирует команду уже два года. За это время врачи стали для него не только друзьями, но и консультантами. Так случилось. Коллектив здоровый вообще, мне нравится с ними. И вообще помогают по жизни. Спасли меня, у меня тут инфаркт прям на льду получился. У нас как бы была товарищеская игра, но я решил одеться, поиграть за свою команду, за врачей. Но оделся, даже успел гол забить. И что-то стало нехорошо, и меня увезли. Два стенчика поставили. Вот сейчас реабилитация, я так вот вдоль бортика пока катаюсь. Он обучает их, а они заботятся о своем тренере. Дают ему рекомендации по восстановлению здоровья. Сергей Анюров – капитан команды. Он называет ее сборной Минздрава. Сергей с детства играл в футбол, занимался вольной борьбой, а теперь вот увлекся хоккеем. Пришел не за спортивными достижениями. Для него и его коллег это возможно снять нервное напряжение. Профессия врача, она настолько требует концентрации внимания, что надо где-то раскрепоститься. Надо где-то получить вот такой заряд свежести, заряд сил для нового труда. Просто все забываешь, видишь, что происходит с собой игроков, играешь и отдыхаешь с чувством эмоционально. Периодические дежурства, повышение квалификации, обучающие семинары и мастер-классы, конечно же, не всегда позволяют регулярно выходить на лед. Но доктора ищут любую возможность, чтобы вернуться на тренировки и забить пару-тройку шайб. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Спасибо.